Привет, я Артур, с вами снова спецпроект КЗ. Ну вы знаете о чем я, а если еще не слышали, то мы рассказываем вам о том, что не совсем понятно, не очень привычно или совсем не знакомо. Как знать, может быть наш проект именно твой вариант узнать что-то интересное. Хочешь блеснуть знаниями в компании? Тогда следующие 20 минут будь с нами. Скорость на 2 и погнали! Недавно одногруппница спрашивает, нет ли у меня знакомого программиста на примете. Я и на плюсах, или на джава тебя? А она, да без разницы, мужа ищу. Вот и поговорили. Короче, если серьезно, про них сегодня. Про модных и перспективных ребят. Они сейчас программистами называются. Это тренд, я вам скажу. Но подводных камней там немерено. С чего начать, даже не знаю. Наверное, с легкого. Немножко истории. Хотя я про женщин не случайно заговорил. Они в истории программирования на первых ролях. Удивились? Вот вы, к примеру, знаете, кто такая Ада Лавлейс? Наверняка нет. А я вам скажу мало того, что она жила аж в 1833 году. Носила титул графини и была дочерью самого Байрона. Она еще и в математике шарила. Именно ей принес свое изобретение Чарльз Бэббидж. Это была первая аналитическая машина, в памяти которой хранилось некоторое количество информации и соединялись металлические шестеренки, выполняющие команды. Для этой машины Ада написала алгоритм, который смог вычислить последовательность чисел Бернулли. Он и стал прототипом первой компьютерной программы. А благодарные потомки увековечили имя талантливой графини в названии одного из языков программирования. Новые языки появлялись каждое десятилетие, начиная с 40-х годов 20-го века. Ассемблер, Фортран, Кабол. И мы добрались уже до 70-х и уже знакомых нам Basic, C, Java и Python. Хотя понятие алгоритма появилось уже в 1936 году благодаря математику и криптографу Аллану Тьюрингу, его отдел вычислительных машин из 30 сотрудниц в правительственной школе кодов и шифров смог взломать немецкую шифровальную машину Enigma. Из-за растущего количества необходимых вычислений, нехватки кадров, появилось понятие женщин-компьютеров. В GPL компьютерное программирование стало женской работой. Женские отделы НАСА отправили Voyager исследовать Солнечную систему, запустили первый марсоход и рассчитали полет человека на Луну. Прорыв от ламповых устройств к транзисторам совершили физики Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Шокли в 1947 году. Спустя 7 лет они стали нобелевскими лауреатами. Их изобретение привело к развитию полупроводников, микропроцессоров, интегральных схем и революции в вычислительной технике. А что же женщины? В 60-х годах в профессии программиста они преобладали, а на работу принимали всех, кто мог пройти тест на логику. Об этом даже Космополитен тогда писал. Кстати, термин «разработка программного обеспечения» ввела в употребление руководитель команды разработки программного обеспечения для лунной миссии «Аполлон» Маргарет Хэмилтон во время работы над лунной программой. Шершеляфам, в общем. Ситуация изменилась с появлением персональных компьютеров в 80-х годах прошлого столетия. Родители начали дарить их мальчикам, а те начали кодить и приходить в университеты более подготовленными. Ну и, само собой, задержались в профессии. Кстати, слов, которые с тех пор из профессионального сленга программистов плавно перешли в нашу жизнь, заметно прибавилось. Уже часто то, что используется в программировании, входит в нашу речь. Например, то же самое слово «фиксить», то есть исправлять какие-то ошибки. Ошибки — это значит баги. Баг — это как раз-таки в программировании какая-то найденная ошибка. Ну, может быть, не только баг, может быть, еще и фича. То есть фича — это, значит, с английского как «фьюча» — это какое-то незадокументированное положительное явление в программе. Ну, положительный какой-то процесс, который не был документирован, но положительно сказался на результате работы. Вот это может быть и фича. Часто используется слово «рандомный», то есть случайное или случайно получившееся событие. Кодить — это программировать, наверное, для многих это известно. Мануал — это справка пользователя. Сорцы — это исходные файлы для компиляции. Костыль — это, ну, что-то сделанное на скорую руку, вставленное в код, используемое программистами как затычка, пока не сделал замену. Ну, правда, замена потом, возможно, никогда не будет. Прошивка — это код, который заливается в микросхему для новой версии какой-то рабочей системы. И так, наверное, до бесконечности. Сами понимаете, чтобы не утомлять вас цифрами, скажу, что в России первый компьютер появился в 1954 году. Атомные и космические отрасли, требующие гигантского количества расчетов, также держались на женских плечах, а точнее мозгах. Математический отдел собирал всех выпускниц московских курсов-программистов. Преобразование его произошло только в 80-х годах. Поздненько, конечно, но что делать? На Западе в 1981 году знакомый вам Билл Гейтс оформил сделку IBM и Microsoft, надолго закрепив за собой рынок программного обеспечения. Биллу на тот момент, когда появился MS-DOS, было только 24 года, и он показал всему миру, что большие деньги можно зарабатывать исключительно на софте. Апгрейд промышленности и предприятий в России в начале 2000-х позволил появиться IT-компаниям в бизнес-секторе. Это бухгалтерская 1С и пионеры кибербезопасности, антивирусы Доктор Веб и Касперски. Кибербезопасность – наше все. Не зря про российских хакеров входят легенды. Хотя есть и другое мнение. На самом деле, я думаю, что многие программисты, они просто самые ленивые члены нашего общества. Я сам очень ленивый, поэтому мне это не стыдно признать. Но я ленив в каком смысле, что если это можно оптимизировать, я не хочу просто много раз повторять одно и то же. Я лучше напишу небольшой код, который будет мне повторять вот это действие. Или, может быть, с каким-то шаблоном. То есть, если там какая-то небольшая вариативная часть есть, то просто уже пользователь моего скрипта, ну или там я, если это пользователь, просто буду менять, подставлять какие-то небольшие кусочки текста или кода или еще чего-то. А с помощью этого алгоритма будет, например, собираться цельный документ. Я считаю, что каждый должен обладать какими-то навыками программирования. Как минимум, лол-код или нол-код. Сейчас даже можно не писать код, но быть программистом. Разные курсы предназначены для этого. То есть, расписать какой-то бизнес-процесс, и потом уже система сама автоматизирует, то есть, уже подберет алгоритмику под вот этот бизнес-процесс, который вы описали в нол-код-системе, допустим. Я считаю, что все-таки человек на каждый, каждый школьник, который заканчивает школу, на школу заканчивает 100% людей, должен заканчивать, должен, ему необходимо просто знать базовые навыки алгоритмистики. То есть, это циклы, это условия, это ветвления, это как вообще работает алгоритм, и понимать, как в целом происходит автоматизация каких-либо процессов. Потому что возьмем тех же самых бюрократов, которые постоянно одну и ту же самую бумагу печатают, и могли бы, например, сделать скрипт на Excel, на Visual Basic for Application, который уже, в принципе, там с 2000, я даже не буду, какого года, первого года появился, и на нем можно писать скрипт, достаточно несложный, который будет автоматизировать, там, ну, например, выставление позиций в пресс-листе. Вот. Это, кстати, была моя первая программа в девятом классе, за которую я заработал себе первые деньги, 300 рублей. Не знаю, никаких-то базовых навыков алгоритмизации, вот, каких-то, какого-то базовых навыков программирования, даже на языке, может быть, ло с ло-кодом, то есть, где просто алгоритм, допустим, вообще описывается на русском языке, уже будет просто негативно влиять на продвижение по карьерной лестнице. Это просто уже на базовом уровне люди, которые выпускают в школу, будут понимать, что обязательно навыки базовые программирования необходимо ими владеть. То есть, это будут отдельные блоки, которые можно будет составить, но алгоритм все равно, вот, сам алгоритм, придется понимать, что такое алгоритм, у него есть, там, входная точка, выходная точка, а между ними есть блоки каких-то операций. И, собственно, вот эти, какие могут быть эти блоки операций, как они могут ветвиться, как они могут переходить один в другой, вот, хотя бы, вот, такое понимание алгоритма лестистики, я думаю, что будет необходимо каждому, ну, каждому выпускнику школы. Я внезапно понял, что ты не перезваниваешь мне, так как я не сделал никаких серьезных предложений по развитию нашей дружбы. Так вот, может быть, мы можем как-нибудь разделить трапезу? Ясно. В таком случае, возможно, у тебя будет время выпить какой-нибудь горячий напиток. Основные общепринятые – это чай, кофе и какао. Понятно. Нет, 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 подожди, не вешай трубку. А как насчет совместного проведения досуга? Я уверен, что у нас есть общие интересы. Расскажи мне о своих. Правда? На настоящих лошадях? А что еще? Нет, извини, у меня нет желания лезть в воду без крайней необходимости. А чем еще ты интересуешься? Ой, он застрял в бесконечном цикле. Кстати, про выпускников школ. Возможностей для них сейчас множество. Только в Казанском федеральном университете сразу в четырех институтах можно получить профессию и заниматься разными видами программирования. Тем более, что программирование теперь не только профессия, но и спорт. Вспоминаем прошедшие в Казани игры будущего и победителя в дисциплине «Спортивное программирование» представителя России. Идея решать алгоритмы за какое-то отведенное время, соревноваться в том плане, кто быстрее решит, кто более качественно решит. Новые технологии позволяют просто оценить тебя не только на уровне того, что я решил, не решил, а на уровне того, как я решил по отношению к другим. И вот это, понятно, что здесь появился характер спортивного, потому что, понятно, все хотят быть лучше, решать быстрее. Программная громадность в 21 веке – это не просто, скажем так, приехать в кого-то, это необходимость. Мы не можем в 21 веке идти, ну, скажем так, надеяться, что вот такие ребята самолучшим, они на самом деле, скажем так, первопроходцы и герои, потому что классического варианта образовательного цикла, чтобы такие одаренные ребята могли продвигаться, продвигаться в какие-либо направления, у нас только-только все зарождается. Ну, я думаю, что сейчас как раз вот настал тот порог, когда у нас появилась федерация и пытается объединить под, ну, как бы, хорошей такой идеей, да, вот всех программистов и создать такую хорошую, большую конкуренцию. До этого школа программирования, она была сильна в, так скажем, отдельных школах, да, отдельных направлениях. Ну, я думаю, что сейчас это будет массово популяризироваться и приобретет такой достаточно широкий размер. Для многих из тех, кто здесь, это все-таки стиль жизни, да, это и годы, затраченные на подготовку, и это некий этап, рубеж, который является самопроверкой. Поэтому здесь очередная ступенька, очередной опыт, который позволяет им создать, развить тот навык, который уже есть в программировании. Посмотреть, может быть, на какие-то вещи под другим углом. Ну, и в дальнейшем этот опыт распространить, да, среди таких же увлеченных ребят. Наши ребята, они являются в том числе составом тренерского штаба, потому что, возвратившись обратно, это будет детальный разбор задач с Пашаковым, да, с какими-то комментариями. И в том числе для ребят, которые входят в центр олимпиадной подготовки и которые у них тренируются. Есть школьное программирование, студенческое, ну и промышленное, скажем так. Ну, школьное — это больше решение каких-то задач, такого плана. Ну, на самом деле, конечно, там есть и международные олимпиады, где это так называемое направление алгоритмическое программирование. Вот эта вот часть алгоритмическая, она очень постребована высокотехнологическим компаниям. И если ты не имеешь опыта в таком алгоритмическом программировании спортивном, то понятно, что, ну, достаточно сложно попасть в какие-то серьезные компании мирового уровня. Некоторые люди, вот, достигнув какого-то уровня, они говорят, ну, в принципе, мы уже не хотим быть спортсменами, мы хотим быть специалистами. И вот здесь происходит разделение, конечно, что многие ребята, которые там, ну, выступили какое-то количество лет, они понятны, что это достаточно сложно, это реально сложные психологические нагрузки и так далее. Поэтому, ну, они говорят, ну, по большому счету, мы знаем наш багаж знаний, позволяя, в принципе, стать успешными не только в спорте, условно говоря, как в спортивном программировании, но и в индустрии. Да, если приглядеться как следует, видно, какое в зале электрическое напряжение стоит. Серьезный уровень был заявлен, да и задачи непростые, прямо скажем. У правил тоже свои хитрости есть, на то они и программисты. 22 задачи, 2 дня по 5 часов, мощный интеллектуальный марафон. Помимо скорости решения, участникам еще штрафы за правильность и время решения задач добавляли. Просто жесть, я вам скажу. А сейчас сюрприз. Самая младшая участница турнира, угадайте-ка, сколько лет было? 12. Математика я очень люблю. Мой брат логику хорошо знает, чувствует себя маленькой. Потому что они были очень сильные. Бывали такие сказания, что я еще это не прохотела. Я же не знала, что геометрия будет здесь удачей. В Азербайджане вообще каждый год проводится олимпиада для школьных по всем предметам. Она участвовала по информатике и выиграла второе место. Ее выбрали в группу особо одаренных детей. Каждый день они занимаются с этими детьми по информатике. Она сама любит математику и работать с компьютером. Для нее это рано, но это как челлендж для нее. Она увидела, что есть сильные. Я думаю, что уже в будущем все будет стоять на диджитал. Я сама по специальности Артаден. Я хочу, чтобы она развивала спектр в стоматологии, роботик-денцистри. Это новый спектр. Нам очень нужна хорошая программист, чтобы работала над этими программами. Как вам такие вызовы, а? 42 место. 7 класс, ребята, учитесь. По последним данным, сейчас в России более 700 тысяч программистов. Или 2,5% от их мирового количества. Еще 150 тысяч уехало из страны. А цифровизация госсервисов, промышленности, бизнеса и финансовой отрасли шагает семимильными шагами. Что с этим делать, спросите вы? С процентной программируемой направлено на решение алгоритмических задач, на решение какой-то конкретной задачи, которая стоит перед программистом, достаточно небольшой, которую можно решить за 3-4-5 часов. И получить результат, который будет лучше других, с кем он соревнуется, лучше по количеству памяти, которая занимается задача, лучше по набору входных данных, которые обрабатывает этот алгоритм, правильно, корректно обрабатывает, и лучше по времени выполнения. И это обязательно какая-то задача, которая связана с алгоритмизацией, с теорией графов, теорией чисел, различными структурами данных. То есть задача достаточно часто абстрактная бывает, которую нужно решить наилучшим образом по вот этим критериям. Работа программиста делится на разные виды. Это тестировщики есть, есть программисты, есть разные градации, джун, мидл, сеньор. То есть они все направлены на решение именно такой проектной задачи. Проектной задачи, она обычно приходится коллаборировать со всеми, кто работает в этой группе, потому что каждый пишет свой отдельный модуль. Эти модули не должны интегрироваться друг с другом. То есть это вот отличие обычно, да, в командах тоже на спортивном программировании есть команды, которые решают конкретную задачу, но их количество людей обычно там меньше, чем работают над конкретным проектом в организации. И те, кто работает над проектами, они иногда, конечно, сталкиваются с решением задач, которые на спортивном программировании, но чаще как раз-таки вот эти решения можно найти в банке данных, которые наилучшим образом решили ребята спортивного программирования. То есть как раз-таки спортивное программирование, он наполняет варианты решения в небольших, емких, но очень интеллектуальных задач для дальнейшего использования уже в работе многих компаний. Цель работы по проекту, у них достаточно много дополнительных функций, они должны взаимодействовать друг с другом. У них есть там постоянные митинги, есть системы работы типа Agile, где-нибудь там две недели работают, делают отчет перед друг другом. То есть много достаточно такой социальных тоже взаимодействий, социальных взаимодействий. И они, конечно, пишут код, по нему отчитываются, потом отдают тестировщикам, тестировщики тестируют, обратно возвращают ошибки, которые были найдены в программе, или в его модуле, который решал конкретно этот сотрудник компании. Поэтому это вот такой итерационный постоянный процесс, где приходят к решению. Ну и часто, конечно, много задач, которые связаны с людьми, которые работают в компании, это интерфейсы, разработка интерфейсов приложения. Допустим, веб-приложение, если это сайт, или нативного приложения, если это программа для пользователя дископного приложения. То есть они решают задачи, например, наилучшего адаптивности интерфейса для пользователя. Те, кто занимает спортивное программирование, обычно такие задачи не решают. Это в основном именно спортивное, это алгоритмическое программирование. Если обобщить, то продвинутые спортсмены решают, складывают в банк данных, а все остальные пользуются и решают свои прикладные задачи. Классная схема, скажите? Если думаете, что это просто, давайте задачку попробуем решить. Задача B – это такая тоже не очень сложная задача. Это, собственно, по условию просто даны два числа, и требуется из первого числа получить ноль либо вычитанием определенного второго, либо делением на него нацело. И нужно получить ноль за минимальное, собственно, количество действий. Задача в целом не то чтобы очень сложная. При аккуратной реализации достаточно просто реализовать этот процесс, заметить, что выгодно каждый раз при каждом действии получать как можно меньшее итоговое число. Тогда мы придем к нулю за минимальное количество действий. Но здесь есть тоже свои подводные камни. Например, вот при последнем действии иногда нужно получить не наименьшее возможное, ну, например, если у нас там есть число 6, мы умеем либо вычитать, либо делить на 12. А чтобы получить ноль, нужно, конечно, поделить на 12, а не вычитать 12 и получить минус 6. То есть, на самом деле, задача не сложная, задача с небольшими маленькими хитростями, но решается опытными участниками за несколько минут. Весело, да? А теперь к ошибкам. Они у программистов на каждом шагу. Это просто часть профессии. Но есть и роковые, знаменитые и даже судьбоносные, то есть самые дорогие. Например, знаменитая ошибка 2000 года. Тогда мир охватила паника из-за двузначного обозначения четырехзначного числа внутри микропроцессоров старого образца. Это могло привести к сбоям в работе компьютеров, падению самолетов, прекращению работы медицинского оборудования и разрушению глобальной финансовой системы. Переполох был страшный. Но вы, наверное, этого даже не помните. Из свеженького на ум приходит, как видео корейской группы PSY сломало счетчик YouTube. Раньше видеохостинг использовал 32-битное целое число для определения максимального количества просмотров. Оно было рассчитано на 2 миллиона, но никак не на 2 миллиарда просмотров. Однако, зажигательное Gunnam Style заставило поменять настройки и увеличить планку просмотров до 9 квинтиллионов. Теперь смотреть не пересмотреть. А на будущее ошибка 2038 будет вызвана использованием 32-разрядного типа данных для обозначения времени. Проще говоря, в 03.14.07, 19 января 2038 года, время внутри компьютеров обнулится. Начинаем бояться? Нет. Говорят, что в 2038 году само существование 32-битных систем будет под вопросом. Хотя, как знать? А теперь про главные страхи айтишников. Кого заменит искусственный интеллект? Будет ли работа? Выживут ли джуны? И как изменится индустрия с приходом чат-джепи-ти? Вот сколько вопросов сразу. Скажу честно, пока разработчики настроены по отношению к нейросетям дружелюбно. На искусственный интеллект все еще нельзя переложить творческие и ответственные задачи. Зато он может брать на себя рутину, искать ошибки в коде, обрабатывать логи и дополнять отдельные блоки кода. А еще он часто ошибается. Так что люди нужны как минимум для проверки его ответов. Даже профессия такая появляется – задавать правильные вопросы искусственному интеллекту. Слышали? Например, начали говорить о конце профессии дизайнера игр. Просто в индустрии появилась процедурная генерация. Разработчик описывает процесс, а художник его генерирует и совершенствует уже вручную. Благодаря нейронке он сократил рутину и занимается креативной частью работы. Красиво же получается! Каждый может оценить и добавить что-то свое при желании. Редактор субтитров А.Семкин В общем, ребята, что я вам скажу? Нужно овладевать новыми технологиями. Повышать производительность труда, так сказать. И тогда вы станете ценным и актуальным профессионалом. Может, программистом, а может быть, кем-то совсем другим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова